добрый вечер дорогие отцы и братья и сестры матушки и дети сегодня мы изучаем с вами уже степень восьмую лестнице эта степень называется обезгнивие и кротости как вода мало по малу возливаемая на огонь совершенно угошает его так и слеза истинного плача утешает угошает всякий пламень раздражительности и гнева потому скажем теперь по порядку о безгневе то есть предыдущим предыдущей степень была посвящена изучению радостотворного плача и теперь как о неком плоде такого плача говорится о безгневе и кротости безгневе что такое безгневе есть ненасытное желание бесчестье как тщеславных людях бывает бесконечное желание похвалы безгневе есть победа над естеством нечувствительность к досаждению происходящее от подвигов и потов конечно для обычного человека не совсем понятно что это за добродетель которая которая проявляется том что человек жаждет бесчестия вот кажется для нас неестественно но на самом деле оказывается такое внешнее бесчестие когда душа потерпевает правильно со смирением и самоукорением помогает душе стяжать смирение борется с страстями и тогда душа как бы освобождается от плену и действительно прибывает в радости вот творится радость кротость есть не под недвижимое устроение души в бесчестии и в чести пребывающие одинаковым ну мы каждый по себе потому что кто или иной мере обладаем и страстями гнева и раздражительности мы на себе ощущаем что не всегда нам получается ровно себя вести в бесчестии и в чести то есть в чести мы бывает хвалимся и это душе приятно а без чести мы пытаемся всяческим образом избежать вот значит в нас нет кротости начало без гневе есть молчание уст при возмущении сердца при смущении сердца середина молчание помыслов при тонком смущении души а конец непоколебимая тишина при дыхании нечистых ветра вы наверное помните бывают люди говорят о себе я человек искренний прямой что вот у меня на сердце то и говорю вот я могу прямо говорить в лицо обличать никого не боюсь но оказывается это не есть добродетель когда у человека гнев и он тоже его выливает на своего ближнего оказывается когда бывает гневное состояние но человек борется с этим и держит себе и пытается хотя бы на словах не обидеть человека а сердце возмущается это уже начало добродетели без гневе и это надо стараться на практике применять то есть не тут же изливать свой гнев на наших близких некоторые еще так говорят я конечно вспыльчивый но отходчивый то есть страсть гнева приступила человек быстро исполнил эту страсть реализовал ну а потом бес успокоился и человек сам говорит ну я все я тебе спокоен обозвал человека вот значит пошел на поводу своей страсти и говорит я теперь отошел мне теперь легче на самом деле это не есть борьба со страстями все равно что можно сказать я человек обжорливый конечно но отходчивый так вот съем того 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 и в общем-то я недолго бываю таким алчным и голодным так вот надо этого избегать надо если даже есть у нас гнев стараться на словах хотя бы не выразить его но тем самым мы то что от нас зависит стараемся делать и господь дальше будет помогать гнев есть воспоминание словесной ненависти то есть памятозлобия вернее сокровенной ненависти то есть памятозлобия гнев есть желание зла огорчившим то есть зложелательство спыльчивость есть безвременное воспаление сердца то есть неуместное воспаление сердца огорчение есть неприятное чувство гнездящееся в душе раздражительность есть удобопреклонное движение нрава и безобразие души то есть человек раздражительный он не имеет себе образа то есть в нем искажен образ божий поскольку мы знаем наш спаситель наш идеал он кроток и смирен сердцем как при появлении света исчезает тьма так и от благовония смирения истребляется всякое огорчение и раздражительность конечно бывает наверное по временам у нас с вами и ну по это божьему дару после исповеди после причащения после ну такого воспоминания своих грехах покаянного чувства осознание своей немощи бывает смиренное состояние и как тогда легко прощать людей как тогда легко не раздражаться как тогда легко снисходительно к людям относиться к их разным действиям против нас вот тогда на душе будет хорошо некоторые будучи склонны к раздражительности не родят о врачевании и истреблении сей страсти но сие жалки не размышляют о сказанном устремление ярости его падение ему ну надо сказать что действительно очень много людей которые среди православных встречаются которые раздражительные но не придают этому большому значению большое значение но говорят вот характер у меня такой на самом деле это есть искажение это есть страсть это есть такая болезнь которая погубит нас и не даст нам жить с богом вечности поэтому если мы замечаем себе раздражительность раздражительность надо объявить этому войну вот и в этой главе говорится как бороться с раздражительностью гнева быстрое движение жирного в одно мгновение может стереть и истребить больше душевной пшеницы и плода жизни нежели медленное обращение другого течения целого дня посему мы и должны благоразумно внимать себе иногда пламя вдруг раздуваемое сильным ветром более нежели продолжительный огонь сожигает и истребляет душевную гневу то есть суть этого высказывания в том что человек старается подвизаться как мы с вами стараемся молиться жить по Евангелию и вот бывает представился случай для нас может быть неприятный и мы разгневались и натворили в этом гневе много дел плохих гнев он помрачает душу и наговорили лишние людям поругались поссорились и все что мы долгое время собирали было попалено этим гневом вот а здесь говорится бывают некоторые страсти вроде они и есть но не столько и много долгое время в нас находится но не столько могут сделать как гнев когда человек в гневе совершает много неразумных поступков ну мы сами знаем вот бытовые различные преступления ну конечно там еще подогреваемые пенящими напитками и когда в гневе человек совершает тяжелые преступления хватается даже за нож и бросается на своих родных как крайность не должно быть от нас сокрыто от друзьям и то что иногда во время гнева лукавые бесы скоро отходят от нас с той целью чтобы мы о великих страстях вознеродели как бы о маловажном и наконец сделали болезнь свою неисцельную вот еще такое лукавство как хитро бесы делают ну конечно когда у человека все время гнев действует то он уже может озаботиться этим и начать борьбу плакать согрушаться об этом а здесь говорится что хитрые бесы они действуют на страсть человека но когда уже такая грань что человек осознает что надо бороться они отходят и вроде человек успокаивается и сильно не заботится о том чтобы бороться с этой страстью гнева вот а нам надо видите наблюдать в себе даже начатки страстей и уже с ними бороться иначе нам это будет беда как твердый и остроугольный камень сталкиваясь и соударяясь другими камнями решается своей угловатости неровности и шероховатости и делаются кругловидным так и человек вспыльчивый и упорный обращаясь с другими грубыми людьми получает одно из двух или терпением исцеляет язву свою или отступает и таким образом очевидно познает свою немощь которая как в зеркале явится ему в малодушном его бегстве ну мы с вами живем на берегу моря а также вот на горных речках вот такие камешки гальки и они галька и они такие очень овальные без острых углов вот то есть не похоже на щебень какой там который после взрывов не имеет острых углов потому что и вода постоянно бывает и они друг от друга обтираются так вот прибоем и сглаживаются так и человек будучи страстным но пребывая среди других людей ну скажем примерно в общежитии он живет в монашеском вот обществе либо среди других людей вращается ну как мы с вами и даже в миру на приходе просто среди других людей и очень много различных бывают случаев притыкания и человек познает свою немощь и очень важно не бросить этот подвиг потому что бывает так говорят вот уберите меня отсюда мне здесь плохо меня здесь там обижает оскорбляет и прочее а на самом деле лучше остаться потерпеть и всю ту энергию плохую которую вокруг нас использовать для победы нашими страстями вот вы знаете еще мы говорили по-моему что не рекомендуется людям в начале подвига уходить на отшельничество наоборот рекомендуется сначала пребывать в общежительном монастыре чтобы вот соударяясь скажем так с другими братьями ошлифоваться и победить себе гнев только тогда уже можно идти на отшельничество гневливый человек по временам произвольно увлекаясь этой страстью потом уже от навыка и невольно побеждается и сокрушается ею то есть тут говорится о том что бывает у нас страсть действует а мы не обращаем на нее внимания считаем что это особенность нашего характера или вынужденным вынужденным нашей реакции на внешние раздражители нам кажется коллектив не тот как говорят это не мы такие жизнь такая и человек оправдывает свой гнев не обращает на него внимания и исполняет его то есть считая что он гнев может кому-то пользу принести и таким образом сначала попуская произвольно это гневное состояние потом даже когда соберется бороться не получается потому что привычка это вторая природа то есть надо не расслабляться в этом отношении ничто так не противно кающимся как смущение от раздражительности потому что покаяние требует великого смирения а раздражительность есть знак великого возношения ну мы с вами все люди кающиеся собственно спасающиеся потому что спасены будут святые люди и кающиеся грешники вот ну мы можем отнести ко второй категории кающиеся грешники и вот нам надо избегать и раздражительности потому что это несовместимо с покаянным настроением с желанием войти в царство небесное с борьбой с страстями с смиренным состоянием поэтому надо объявлять войну своей раздражительности а это первая стадия гнева если признак крайной крайней кротости состоит в том чтобы в присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную и залог любви к нему то без сомнения крайняя степень гневливости обнаруживается там что человек наедине сам собою словами и телодвижениями как бы оскорбившим его припирается и ярится бывает такое что кто-нибудь нас оскорбит у нас гнев и даже рядом уже нет этого человека даже бывает мы или с другими людьми находимся или наедине уже самим собой и все равно словами ругаемся яримся раздражаемся это уже степень крайнего гнева в противоположность тому степень крайней кротости так что если мы находимся рядом с раздражающим человеком но при этом имеем сердце в своем расположении к нему и любовь как к христианину как к человеку за которого умер Христос и которого Христос любит если Дух Святой называется и есть мир души а гнев есть возмущение сердца то ничто столько не препятствует пришествию в нас Духа Святаго как гневливость в обыденной жизни мы не сильно над этим задумываемся и мы легко очень раздражаемся и гневаемся оправдывая себя обстоятельствами или таким складом нашей души а дело серьезное когда мы гневаемся и гневливы то у нас не может жить Святой Дух а конечно значит мы в страшном состоянии если мы здесь не сможем стать жилищем Духа Святаго то и конечно мы там не спасемся поэтому надо самым тщательным образом позаботиться о стяжании кротости и безгневе следующий 15 пункт он такой продолжительный здесь много пояснений но вкратце вот изложено на экране потребно нам тщание против гнева и пометозловия потому что ему как змеи плоской пух и садись в естество я поясню это изречение наша душа состоит из трех составных частей самая низшая часть души это желательная часть она содержит страстей богом в нашей душе для того чтобы мы желали все время стремляться к источнику нашего бытия предмету нашей любви к богу и также любили наших ближних то есть это стремительная желательная часть души но в страстном состоянии в котором мы сейчас находимся желательная часть души как раз и стремится к подъездам страстей ко всему плотскому ко всему материальному вот а вторая часть души это так называемая разорожительная она создана богом в нашей душе для того чтобы мы отталкивали отталкивали от себя все нам не свойственное все нам враждебное ну то есть как иммунная система вот то есть две нижние части желательные и разорожительные это вот должны друг друга дополнять мы должны стремиться к хорошему и ограждаться от всего плохого а третья часть души это словесная или логостная еще называют это собственно наш дух и вот вы в писании замечали иногда говорится душа и тело иногда говорится дух душа и тело то есть дух выделяет дух как третья часть души выделяется вот отдельно вот третья часть самая высшая часть души нету животных разорожительная и возделивательная есть а словесной души нет называется бессловесным животным а дух который у нас третья часть души самая высшая это в общем-то посредством этой части мы стремимся к Богу наиболее в этой части мы имеем образ Божий это наша личность это наше самосознание это наша свободная воля то чего нет у животных и здесь в этом поучении говорится что гнев как бы имеет естественную причину видите подобно плоской похоти то есть как похоть базируется на желательной части души так и гнев базируется на раздражительной части души на защите но в нашем страстном состоянии он извращен этот гнев он нам дан Богом для того чтобы ограждаться от всего плохого а он извращен и мы гневаемся уже и на ближних наших и на Бога даже гневаемся и на дальних а должны гневаться только на своей страсти на весов но не гневаться на Бога и ближних но вот поэтому не так легко с гневом бороться потому что это природная часть души она соответствована Богом просто направлен не туда видел я людей которые прогневавшись отвергали пищу от досады и всем безрассудным воздержанием яд к яду прилагали видел я других которые как бы благословную причину воспользовавшись гневом своим предавались многое денег из рва впадали стремнение но суть этого поучения такая что некоторые в гневе начинались там все отвергать пищу и как бы строго поститься а другие наоборот говорят ну чтобы не гневаться я буду много кушать тогда у меня душа спокойная такая знаете как говорят вот постовое искушение в пост лучше вы кушайте мясо чем друг друга кушать кстати это неправильное выражение некоторым святым приписывают но я не нашел на самом деле везде смотрел приписывают с том Янкоштадтскому Серафиму Саровскому Абрус Я такого не нашел ни одного из них вот это что-то кто-то придумал так вот и говорит более разумно когда мы чувствуем в себе раздражение и понимаем что часть из-за того что очень давно не кушали голод то немножко можно в этом плане перекусить укорив себя что-то приходится для угошения гнева что-то перекусить но избегать крайности во-первых как указано первая крайность это когда из-за гнева вообще от пищи отказываемся и вторая крайность когда впадаем в чрево годия чтобы угасить себе гнев обе эти крайности неверные неправильные иногда умеренное песнопение успешно успокаивает раздражительность а иногда если оно безмерно и безвременно способствует сластолюбию и так будем пользоваться им рассудительно избирая приличные времена но признаться не совсем понятно как песнопение ну то есть это обычно псалмопение так называют то что успокаивает раздражительность это да могу понять а вот как способствует сластолюбию только я так могу это объяснить раньше монахи имели два вида молитв так называемая умная молитва сердечная в основном в келе творилось и псалмопение в основном в собрании верных поспевалось и так надо понимать что неумеренное песнопение наверное когда человек отходит от высшего подвига умные молитвы и уже читает псалмы тем самым несколько ослабевая в подвиге и расслабляясь тут называется сластолюбие может быть только так ну а здесь говорится что есть устав и лучше по уставу что было все по времени благое время сидя по некоторой нужде близ кели безмолвающих мужей я слышал как они от досады и гнева наедине злились как куропатки в клетках и на огорчивших их как будто на присутствующих там наскакивали и я благочестно советовал им не жить в уединении чтобы из людей не сделаться бесами и видел опять людей сладострастных и похотливых сердцем которые по видим были кротки ласково братолюбивы и любили красивые лица с ними назначал проходить безмолвное житие как врачество противодействующее блуду и смраду плотской нечистоты чтобы им жалким образом не превратиться из разумных тварей в бессловесных животных а как некоторые говорили мне что они сильно увлекаются той и другой страстью и сладострастью и раздражительностью то я запретил им жить по своей воле а наставникам их с любовью совету чтобы они позволяли им по временам проходить тот 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 другой образ жизни повинуясь однако во всем главному настоятельству сластолюбивый повреждает только себя самого а может быть и еще одного своего сатаинника гневливый же подобно волку часто возмущает все стадо и многие души огорчает и утесняет то есть то есть здесь в этом поучении говорится что для людей гневливых ни в коем случае нельзя выходить на уединение потому что бесы надругаются таким человеком гневливому нужно жить среди людей чтобы потихонечку как вот камешки в речке скруглиться от острых углов своих а людей похотливых вот он говорит я им советую наоборот безмолвия подальше от других людей пожить ну а которые и так и так обладаем и страстями были то говорит жить в послушании строгом вообще себе ничего не избирать а как настоятель скажет которому видны эти страсти так и жить то на безмолвии то среди братьев великий вред возмущать око сердца раздражительностью как сказано сметесь от ярости око моих но больше словами обнаружив душевно неистовство если же и руками то это уже вовсе неприлично и чуждо монашескому ангельскому и божественным житию вот собственно говорится о трех стадиях греха первое это мыслью второе словом а третья стадия это уже на деле то есть рукоприкладство и вот он говорит конечно великий вред когда человек в мыслях раздражается то есть от взгляда даже вот а больше вред если он на словах начнет высказывать обзывать всячески укорять ну и тем более если вдруг будет ударять то это уже совсем далеко от монарского призвания на этом братья мы закончим и еще останется половина этой степени вот так мы с вами на восьмой ступеньке оказались но теоретически а так на практике по-разному очень бывает восьмой ступеньке восьмой ступеньке и рекоменда это Продолжение следует...